Все почему-то решили, что вот эта вот магия голоса, она доступна всем. Я хочу быть певицей. Сейчас мы быстро наклепаем песни, сейчас пойдем на студию, быстренько сейчас педагог несколько месяцев позанимается, опа-опа, я певица. Я считаю, что это неуважение к самой музыке. Вот здесь женщина, вот здесь женщина. Кроме того, что вы будете петь, а что вы еще можете дать этому миру? Есть ли у вас харизма, есть ли вам что сказать? Здраво будьте, люди добрые! Я, Кот Баюн, сегодня приглашаю вас на общение с моим давним другом, удивительным человеком, волшебной певицей Велеславой. Здраво будьте другим! Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену, ты вечности заложник. Знакомы мы давно, не просто знакомы. Мы творим музыкальные миры, и в наших воспоминаниях, так скажем, есть много замечательных фрагментов жизни, которые стали не просто нашей жизнью, а жизнью и нашего народа, возрождение родной культуры. И в связи с этим у меня вот такой сегодня вопрос к моей музе, потому что у нас даже есть программа «Маэстро и муза». Что значит для тебя голос? Я называю тебя родниковый голос Руси, изначальный, чистый, хрустальный, от корней идущий. А вот для тебя что значит голос? Голос – это прежде всего инструмент, инструмент человека. Если бы так нужно было природе, вселенной, богам, мы бы не разговаривали, а понимали друг друга мыслями, и голос не нужен был. Но он зачем-то дан. Он у всех разный. У кого-то этот голос прелестный, у кого-то этот голос ужасный, у кого-то голос страшный, какой-то голос вводит в ступор, а какой-то наоборот убаюгивает, успокаивает. Да, голосов миллионы. И идентификация голоса, тоже ребенок приквыкает к голосу матери с отцом. Голос человеку дан не случайно. Это настоящий инструмент, божественный инструмент. Ну вот смотрите, когда рождается ребенок, первое, что он делает, прежде чем даже, наверное, открыть там слипшиеся глаза, он что делает? Он кричит. Он заявляет миру, что я есть своему. И это страшно, если ребенок не закричал, не издал голос. Это что значит? Это значит реанимация в лучшем случае ребенка и в лучшем случае ребенка нет. То есть понимаете, насколько важен голос, насколько важен вообще звук в природе. Когда мы слушаем какую-то музыку и нету голоса в этой музыке, она идет скорее жить с таким фоном и рождает в нас эмоции. Но как только подключается голос, у нас подключаются мозги с эмоцией. Мозги сразу подключаются. Мы слушаем текст, мы хотим прислушаться к обертонам, что они нам скажут вот этой волной слуховой. Поэтому это очень-очень важно. И еще важнее, вот сейчас пошла такая тенденция, хочу петь, научусь и буду петь. Это да. Открываю голос, закрываю чакры. Или открываю, закрываю голос. Хочу. Все почему-то решили, что вот эта магия голоса, она доступна всем. Молодцы. Это, наверное, такое самомнение, оно помогает жить. Но на самом деле, уникальных голосов не так много. Серьезно. И ведь уникальным голосом, а что значит обладает человек уникальным голосом? В чем его уникальность? Есть вот уникальные голоса, которые заставляют идти, да, там, и совершать подвиги. Говорит Москва. А есть такие голоса, которые стоит услышать, и люди превращаются в саморазрушителей, да, срушат там витрины и так далее, и так далее. А еще есть изгорячительные напитки. То есть здесь нужно быть очень аккуратным. Как с музыкой, так и с голосом. А еще мы знаем, что если человек обладает знаниями гипноза, то с голосом можно загипнотизировать. Ну да, конечно. Чем гипнотизируют? Голосом. Не руками, не взглядом, а именно голосом, когда начинает человек говорить. У нас сеанс несколько будет отличаться от того, что было вчера. Он будет направлен на то, чтобы помочь вам справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это не значит, что всем остальным надо уйти от экранов телевизора. Нет. Все равно. Вот что такое для меня голос. Это магия. Самая настоящая. То есть рождается человек, сразу рождается голос. Да. И по представлению всех наших предков мир тоже рожден голосом. Голосом Всебога, то есть божественным голосом, который создает вот эти вибрации, что творят миры. Поэтому весь мир звучит. У меня следующий вопрос таков. А что для тебя значит именно традиция? Ведь, по сути, ты единственная певица, которая во всеуслышание, с самого своего начала и во время наших творческих содружеств, и в нашем самостоятельном, но переплетающемся творческом пути всегда открыто несешь тему сварги, тему родной культуры. И не стесняешься этого. Ты говоришь, вернее, поешь, то есть женщина, которая поет родным голосом. Вот что значит традиция в твоем творчестве? Вообще, если так вот посмотреть глобально, то мы с тобой знаки зодиака – это рак, да? Да. Раки, раки мы. А это кому как ни раку, знаку зодиака хранить саму традицию. Но давайте немножечко будем, так скажем, адекватны, без фанатизма. Что такое традиция? Всегда были традиции. Традиция рождается. Ну вот, допустим, к примеру, папа с мамой, ну вот муж с женой встречаются, и вот они решили, что в пятницу вечером они будут всегда пить чай. Или там, Иван-чай. Да. Эту традицию они передают детям, дети, внукам. И поехала-поехала. Традиции рождаются, традиции также могут и умереть. Но есть глобальные традиции. Это, наверное, даже не столько традиции, сколько мировоззрение. Так вот, мировоззрение дохристианского периода на Руси, было другим, иным, иным. Не таким, как сейчас. Глубоко, очень глубоко в нас впиталось христианство, где-то уже на генетическом уровне. Но вот в один, так скажем, прекрасный день, когда ко мне пришла мысль, а где наша история, где наши истоки, где наши традиции. Это были и библиотеки, это были писатели, потом я попала к вам, и здесь уже завертелось, закрутилось, и генетическая, конечно, память существует. Существует, потому что все песни, которые ко мне приходят, там, наверное, 80-90% песен, я пишу сама. Вернее, даже неправильно. Я не то, чтобы их пишу, я их записываю, они приходят, а я записываю. Потому что, ну что значит, я написала песню, откуда она, откуда, где я ее взяла. Как-то вот она сама пришла, как сама не может идти, значит, далее. Тогда мы, получается, даже не композиторы, а писатели. Писатели. Мы записываем то, что приходит свыше. Вот. Так вот о традиции. Я за то, чтобы брать самое лучшее из традиции наших предков. И уже на современной основе двигаться вперед. Потому что, когда начинает воскрешать мертвецов, меня это начинает немножко коребить. Не ходи в короткое там блузе с открытыми рукавами. Так наши предки не делали. Слушайте, наши предки не пользовались лампочками. Да. Наши предки не пользовались автомобилями. Но это не значит, если бы мы остались в этой же традиции, что сейчас бы не было автомобилей, сейчас бы не было лампочек. Но все равно это эволюция. Никуда от этого не денешься. Также эволюция есть и в моде. Также эволюция есть в чем угодно. В одежде, в пище. Правильно? Конечно. Главное, что, допустим, красивый узор наш славянский, рунический где-то, да, плести в повседневную одежду. Вместо там маек, да, губки, да, 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 да. Вот вплетайте эти узоры. Красиво там, да, это всегда красиво, когда у женщины, женщина ходит в юбке или в платье, а не в брюках там, да. Но, допустим, я очень много хожу в юбках, но когда я выезжаю в метро, вот я понимаю, что я сейчас вот эту вот всю пыль, грязь и все, что есть, своей юбкой соберусь. Понимаете, жизнь диктует свои условия. И, конечно, я не призываю там девчонки, да, ну, нафиг все. Хотите, в чем хотите. Ну, давайте быть адекватным. Если она бежит с вами голову на работу, а потом она бежит за ребенком в сад, а потом по магазинам готовить и так далее, это современная женщина, мы живем немножко в другом мире, то дайте ей право и свободу выбирать самой, в чем ей удобно ходить. Она же от того, что она оденет брюки или юбку, женщиной меньше не станет. Вот здесь женщина, вот здесь женщина. Понимаете, они отоденутся. Ты очень правильно сказала, мировоззрение. Очень важно именно вот, как ты мыслишь, как ты чувствуешь. Например, на меня произвело впечатление, когда мы были на фестивале, приехала группа японских традиционных музыкантов. Они вышли, традиционные музыканты, традиционных костюмов, из очень современной машины, напичканы очень современной электроникой. Они не диссонировали с этим современным миром. Они правильно понимают, как именно сохранять силу своих предков вот в этой каждодневной современности. И вот это самое важное. Ведь ты помнишь, у нас, когда родился Родегаст. Ведь нас во в чем только не обвиняли. Что мы попса, и что это за модные аранжировки. Но Родегаст зазвучал на весь мир, скажем скромно. Тот клип замечательный, который мы отсняли здесь, в Колосвете, «Поднимайтесь с колен, люди русские». Сколько просмотров на сегодняшний день? «Поднимайтесь с колен, люди русские, оглянитесь назад, вспомнив предков совет». Дело в том, что мы используем и современные способы, и современные, так скажем, приемы музыкальные, чтобы донести силу традиции. Потому что главное, что мы мыслим и что мы чувствуем. Совершенно верно. Я с тобой здесь согласна абсолютно. И еще хотела бы сказать, что каждой музыке свое время, свой срок. Когда-то мы были молодыми, и нам хотелось послушать какую-то музыку, которая нам давала драйва, рок какой-то, еще что-то. Потом мы стали старше, мы стали понимать, что это не совсем то, что нам нужно. И сами, естественным образом, стали музыку выбирать. Но когда родители составляют детей искусственно слушать, слушать, слушать вот это, как бабушки поют, слушать, ну, ему не надо сейчас, он не дорос. Мало того, что он не дорос, и вы искаженно преподаете вот эту вот традицию, так вы еще отбиваете охоту на всю оставшуюся жизнь у ребенка к этой традиции. Придет время, он сам захочет ее послушать. Гены никуда не денутся. А если ваш ребенок вообще не славянский ген, так вообще не надо заставлять его что-то слушать. Правда же? Ну, конечно. У каждого народа своя музыка. Ничего навязывать искусственно, я считаю, не нужно. Потому что она сама выберет те звуки, которые ей гармоничны. Вот в чем секрет. Да, да. И поэтому, конечно, именно в твоем творчестве вот есть то, что приятно всем. Вот та магия, о которой мы говорили. И все-таки мы хотим поспорить с классическими фольклористами, которые говорят, вот пели вот именно так, а вот не эндок. Я помню, замечательный человек, он был профессор Гнесинки, он подошел к нам, суроваргу, и сказал, вы правильно поете. Нас никто не учил, но поем, как поем. Я, говорит, помню, у нас в деревне пели именно так. Да не переставай головы вращать. Ну, то есть, вот эта тема, да. Я уже рассказывала не единожды об этом, что такое сегодняшнее народное пение. Это искусственно созданное, да, когда у нас был период, большой период в истории такого выжигания всего народного. И вдруг вспомнили о том, что, ну, вот надо поехать. Есть классика, пожалуйста, мы первые в классике. Есть балет, мы первые в балете. Цирк. Да, цирк, пожалуйста, да. А что же, поехать на этнический фестиваль? Где этника? И тут начали, значит, гнесинские все консилиум собрали, педагоги, ректора и отправили гнесинских учителей вместе с учениками собирать фольклор по миру. Ну, по нашему миру. Да, по России. Соответственно, традиция умерла. Кто остался? Кто остался? Бабули остались. Те самые старенькие бабули, которые еще помнят, как пели их там, бабули или мамули. И они выходили, сажали их на лавочку под деревцем, на ту бабушку, которая плохо себя уже чувствовала, которая по природе уже голос не такой крепкий, с очень и звонкий. И она им начинала петь, это вот а-а-а-а-а-о-а-с А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Душа молода, к нам года не предал, кой душа молода. И за эту основу потом взяли наше народное пение. А такого же нет нигде в мире, больше нигде нет, только вот у нас. Что это такое? Я считаю, что это насилие над связками, потому что молодые девчонки не должны так петь, они должны своими звонкими, красивыми, сольственными, легкими голосами звучать. А не садиться все вот это вот на связки, вот это вот, 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 вот. И потом это даже неэстетично на ухо звучит. Поэтому многие люди обыкновенные чисто интуитивно не хотят слушать петнику, так называемую, традиционную. Потому что она просто неприятно ложится на все. Конечно, поэтому то, что мы творим, оно идет из глубин нашей родовой памяти. И это очень здорово. И помнишь, мы сделали такую чудесную программу «Ладодение», в которой как раз мы связывали и голос, и обретение лада, то есть состояние такого. Я поздравляю тебя с выходом нового диска «Ладе ладо лад». Это, помнится, был у нас волшебный совершенно хоровод на концерте в музее славянской культуры. И я хочу сказать, что у нас с Велеславой еще есть для вас сюрприз. И мы вас обязательно пригласим на наше новое совместное действие. Да, а то мы все время обещаем, а потом через три года делаем. Ну, это уж обещанного три года ждут. Самое главное, что мы вместе, что наш творческий союз продолжает цвести. Да, он живой. Он живой. Мы друг друга, видите, как приглашаем, то я у Велеславы в «Древе жизни» на передачу. Поэтому то, что мы с тобой встали с самого начала на путь популяризации, вот это слово, которое прям популяризации, оно прекрасно, потому что большой части народа непонятно то, о чем мы поем. То, Велеслава, в сказах о тобой на «Люди добрые, так и живем. Поддерживайте народную культуру, как поддерживаем друг друга мы». Велеслав, сейчас все хотят петь. Это, в принципе, хорошо. И поэтому мне бы хотелось услышать от тебя благопожелания тем, кто хочет петь. Что бы посоветовала ты? Вы хотите петь – пойте, но если вы хотите петь профессионально – учитесь. Потому что, вот смотрите, я отучилась 7 лет в музыкальной школе по классу скрипки, и 5 лет из этих семи я пела в хоре солисткой. Потом я пела солисткой в церковном хоре 2 года, перед тем, как поступить в музыкальное училище, потому что с первого раза я туда… А, нет, я поступала в церковное училище, хотела быть регентом церковного хора, был такой период в моей жизни. Но я туда не поступила, мне сказали, девушка, что ваше место в театре. Я говорю, я театр не очень, я тогда пойду в музыкальное училище, вот туда, говорит, и идите. Да, и я очень благодарна этим людям, потому что они как-то вот меня вытолкнули, да, из этого, и из того, что мне не нужно, и вот судьба меня привела в музыкальное училище. Мне сделали исключение, меня приняли туда в 16 лет, хотя 18 берут, да. И я училась на академическом вокале, хотела перейти, правда, на эстраду, но так и не перешла. Вот давайте посчитаем, 7 плюс 4. 11. 11 лет. Вышла я оттуда не какущая, я так считаю, сейчас, и начала заниматься самообразованием, то есть еще какие-то школы, курсы, разные методики, разные стили, это и кантри, это джаз, это рок-н-ролл, это рок тяжелый, это и джаз и так далее, и так далее. Я пела очень много стилей, пока не родился мой родной, ну это лет 5 еще прошло, то есть 16. Вот, и после 16 лет образования я решила петь уже, ну вот как я пою, да, собственно, как я и пою. И после уже еще, еще лет 5 прошло, я начала преподавать, то есть делиться есть уже чем могу. Ну, как я и говорю, в традиции 20 лет нужно вот пробыть очень плотно, тогда можно делиться, не меньше, не меньше. Поэтому, когда, вот у меня будет такое пожелание и наставление всем нашим зрителям, говорят, Велеслава, давайте мастер-класс проведем, ну давайте, вот вы придете, вы заплатите деньги за мастер-класс, что я вам могу дать? Я вам могу объяснить, как правильно дышать, какие у нас бывают резонаторы, ну так, на всякий случай, чтобы вы понимали, что к чему, и потом не обманулись на каких-то других мероприятиях. Основы, классика, базу. Приходили люди, ой, это так сложно, тут вот заболело в пояснице все, а как вы хотели? Первый урок, да? Люди вообще первый урок только учатся дышать, второй тоже. Спина, живот не болит, значит ты не пил. Да, 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 если такое, это же такой и физический, и духовный процесс, почему все решили, что я хочу быть певицей, сейчас мы быстро наклепаем песни, сейчас пойдем на студию, быстренько сейчас педагог несколько месяцев позанимается, опа-опа, я певица. Я считаю, что это неуважение к самой музыке. И, конечно, такие проекты долго не держатся, это проекты, ну, срубить бабла с вас же, тех, кто думает, что это классно и хорошо. Для чего нужны мастер-классы? Ну, наверное, только для того, чтобы люди разбирались, просто разбирались, хорошо или плохо, человек поет, профессионально или его дуря. Но когда вам говорят, за три часа, там, да, идет три часа тренинга, за три часа мы откроем вам голос, чакры, там, не знаю, еще, черепную коробку и что-то еще. Паталгантомическое проведем. Слушайте, ну, надо иметь все-таки логику, чтобы понимать, что этого не произойдет. Вас ведут в некий раж, потому что что происходит? Много людей, вот они там все ходят, ногами топают, руками что-то шевелят активно. Что происходит? Происходит метаболизм некоторый такой в теле. Человек так впадает в полутранцевое состояние, ему кажется, вот оно близко, я сейчас дотронусь, я взвлечу, я запою, потом все ужасно орут в это время, там, да, издают какие-то звуки, не понимая, что это сейчас происходит, а сейчас происходит хаос, а вам говорят, ты молодец, ты сейчас открылся, открывайся, кричи миру, топачи ногами, да, все будет круто, ты научишься петь. И ты уходишь с полной уверенностью того, что ты, ну реально ж я круто пою, теперь пойду в караоке, не стыдно, но проходит какое-то время, ты приходишь в тот же самый караоке. Я чувствую себя на представлении или, в общем, экзорцизм. И когда вот пишут вот эти, вот я специально, знаете, захожу иногда смотрю там, какой-то тренинг таких-то там, там два человека там, ну с женой ведут, или там еще кто-то в благости, в сладости, еще в чем-то. И все это, знаете, в такой упаковочке, с чакрами, с какими-то, да, это все существует, ребят, ну это оттачивает тысячелетия, я не оговорила, из жизни в жизнь, если вы хотите знать, что первая, вторая, третья, шестая, седьмая, да, соответствует, семь чакр, семь звукам, попадите туда, отрезонируйте чисто, а это сольфетчо. Конечно. Музыкальная грамота никто еще не отменял. А если вы поете до диеза или до бемолем, то вы не попадаете в чакру, вы не резонируете с ней, это бесполезная, пустая трата времени. Для того, чтобы работать с чакровым пением, нужно прежде всего научиться чисто петь. А чисто петь очень сложно. Очень сложно даже людям, у которых есть хороший слух, хотя бы пять лет сольфетчо надо заниматься, чтобы это уже было на автомате, чтобы ты не думал, чисто или нет ты поешь, чтобы тебя не тюнили на студии, не вырисовывали твои затарючки. Музыкальная грамота работа своей жизнью, работа своей жизнью, профессии своей жизнью, даже хобби. Тратьте на это очень много времени, тратьте на это усилия и реально смотрите на вещи. Кроме того, что вы будете петь, а что вы еще можете дать этому миру? Есть ли у вас харизма? Есть ли вам что сказать? Если нет, зачем за это браться? Чтобы просто замусорить пространство еще одной песни, которая перепета, или еще одним клипом, который вообще ни о чем, никому не нужен. Песня всегда должна нести смысловую нагрузку. Она даже, когда развлекательная, все равно это уже, это магия, это волшебство. Вот сказал слово, есть такая поговорка, слово не воробей, вылетишь, не поймай. Ну как вот песня твоя, «Купальница». Потанцевали песню люди и поженились потом, да, потому что магическая. Она же уже намоленная такая песня, потому что несколько раз там сказали, я сказала людям, люди поняли, люди сделали, люди еще ее намолили. И в итоге, да, если 20 тысяч человек поклонится дереву, дерево начнет мироточить. Так же и в песне, когда уже 20, 30, 40 тысяч у хороводов под нее поводили, она действительно наполняется некоторой вот такой вот энергией, способностью соединять сердца, соединять людей. И вот такая настоящая купальская песня получилась. Действительно, люди водят хороводы под ними, потом женятся. Это абсолютная правда, и есть там и доказательства. Да. Поэтому, Велеслава, я благодарю. У нас подходит сейчас кульминация нашего самого длинного дня в этом году. Да. Мы пойдем на Сварожий круг и загадаем желания, которые, наверное, есть у всех зрителей нашего канала «Сказа Кота Баюна». Пусть в этом мире царит лад и творит любовь. Счастья вам и радости. Я благодарю Велеславу. Прощаюсь с вами. Звоните мне в колокольчик, чтобы подписаться на уведомления. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите, что вам интересно. А мы с Велеславой будем радовать вас, наши дорогие. Творить. Да, будем творить. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова